Существует ли стандарт реабилитации для амбулаторных онкологических пациентов и входит ли реабилитация в систему ОМС? Ответит врач-онколог, заведующий отделением реабилитации медицинкологии Петрова Крутов Антон Андреевич. Антон Андреевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать всех на этой действительно интересной конференции. И слушая предыдущие доклады, я хочу сказать, что если столько белых пятен в оказании медицинской помощи по профилю онкологии, в обеспечении лекарственными препаратами, системным лечением, то на стыке двух специальностей реабилитации онкологии этих белых пятен еще больше. Когда я готовился вчера к докладу, у меня невольно приходила ассоциация, такая цитаты Остапа Бендера из «Золотого теленка», где он пришел к бухгалтеру и говорит, вы конченный человек Берлагов, но будем разговаривать. Ну, будем разговаривать. Если вкратце, то по новому порядку, который регламентирует оказание онкологической помощи, выведена реабилитация. То есть, теперь, если в 915 приказе был прописан порядок оказания помощи по профилю реабилитации в онкологии, то сейчас идет прямая ссылка тоже на новый порядок по реабилитации уже 788Н, который также нас обязует работать в рамках клинических рекомендаций. Клинические рекомендации. Опять же, мы находимся на стыке двух огромных специальностей со своими устоями, со своей историей реабилитация и онкология. Сразу хочу сказать, что утвержденных Минздравом клинических рекомендаций у реабилитологов нет, касаемо онкологических пациентов. Мы имеем клинические рекомендации Минздрава по лечению и диагностике злокачественных наобразований, и там есть для каждой нозологии есть графа реабилитации. Я взял несколько примеров таких достаточно ярких. Вот рак молочной железы. Это одно из самых объемных клинических рекомендаций, где вот графа реабилитации занимает полторы страницы. Это самый большой объем. Надо сказать, что эти рекомендации, если смотреть с точки зрения специалиста-реабилитолога, того специалиста, которого назвали вчера, почти ругательным словом. Кстати сказать, что по новому приказу, вот этому 116Н, специальность реабилитолога тоже уходит в лету, и к 2023 году все специалисты, которые занимаются реабилитацией, неважно онкологических пациентов или неонкологических пациентов, должны быть перепрофилированы в врачей ФРМ. Вот, так возвращаясь к клиническим рекомендациям, утвержденным из рамка, грубо говоря, по клиническим рекомендациям, которым мы должны по закону работать. Здесь довольно крупными мазками описаны методы реабилитации, такие как психологическое консультирование, лечебная физкультура, методы физиотерапевтического воздействия. Ну, опять же, вот лечебную физкультуру и консультации психолога, как можно стандартизировать и прописать? Никак. Это изначально персонализированные методики, которые изначально подбираются под конкретную ситуацию. Однако, если мы специалисты, которые все-таки вынуждены работать и иметь определенные ориентиры для своей клинической работы и принятия тех или иных решений, мы можем обратиться к клиническим рекомендациям. Они не утверждены Минздравом, но они уже есть. Тут уже 40 страниц, посвященных только одному постмастектомическому синдрому. Это уже конкретное детальное руководство к действию с определенными методиками. Поэтому те специалисты, которые занимаются реабилитацией в онкологии, конечно, нам закон не запрещает учитывать вот эти все данные и прибегать к клиническим рекомендациям, которые не утверждены, но они есть. Второй момент. Вот клинические рекомендации по реабилитации пациентов с новообразованием ободочной кишки или седьмойного отдела. Тоже такой знаковый момент, специально хотел показать. Опять же, для кого написаны вот эти клинические рекомендации? Для онколога? Ну, онколог первичного звена, но он на это посмотрит, для него там бостерапия, это темный лист. Что это такое? Непонятно. Мне вообще кажется, что задумка... Конечно, впереди у нас большая работа, когда мы будем синхронизировать и клинические рекомендации в онкологической практике, и реабилитационной, но опять же, если человеку нужно углубиться в этот вопрос, есть клинические рекомендации по колопрактологии, конкретно по, например, реабилитации очень частого осложнения после хирургического лечения злокачественных опухолей ободочной кишки, это анальные инконтиненции. Вот клинические рекомендации. Опять же, они не утверждены Минздравом, но опять же, тут почти 40 страниц, посвященных только конкретно этому вопросу. Никто не запрещает обращаться к ним и работать по ним. Второй момент. Саркомы костей. Если, опять же, это такой достаточно знаковый момент в реабилитации онкологических пациентов, это пациенты после калечащих операций и ампутации или эндопротезирования. Посмотрите, тут вообще три строчки. Это экзопротезирование, да, и вот ранняя там реабилитация. То есть, ну вообще ничего. Опять же, можно найти, и они есть, это рекомендации. Большинство, кстати, вот этих рекомендаций, они размещены на сайте союзов реабилитологов России. Ну вот уже тут 20 страниц текста с детальным раскрытием всех этапов. Мы сейчас говорим в большей степени, конечно, судя по вопросу про третий этап реабилитации, но все равно даже вот и первый, и второй, тут они расписаны. Пожалуйста. И на сайте Ассоциации онкологов России тоже по большинству нозологий клинические рекомендации детальные есть. Второй момент и второй вопрос – это ОМС. Я для того, чтобы этот вопрос раскрыть, сделал пример на примере федерального фонда и на примере нашего территориального фонда Санкт-Петербурга. Как это работает? Есть ли реабилитация в ОМС? Там очень много факторов, которые между собой должны эффективно взаимодействовать, чтобы реабилитация по ОМС была. Если взять федеральный фонд, с которым мы, как федеральный центр, напрямую работаем и взглянуть на коды КСГ, мы видим здесь реабилитацию. Тут у меня мелко, к сожалению. Прописаны различные варианты медицинской реабилитации без указания, что это именно онкологически. Например, там есть графа «Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата периферической нервной системы». То есть, по идее, пациенты, которые теоретически, просто логически подвергнуты эндопротезированию или какой-то количестве операций, могут попадать под вот эту формулировку КСГ. Тогда, опять же, на сайте федерального фонда можно посмотреть МКБ, которые, коды МКБ, в которые входят те или иные коды КСГ. И вот обратите внимание, что коды КСГ по реабилитации начинаются, но я взял дневной стационар, ДС-37. Я специально сделал такую таблицу. Ну вот можно увидеть, что напротив кодов онкологических заболеваний КСГ ДС-37 нет вообще. Соответственно, федеральный фонд на данный момент не предусматривает оплату по ОМС, реабилитацию по ОМС. Другая ситуация у территориального фонда Санкт-Петербурга, например. Если зайти в КСГ, мы увидим два таких реабилитационных онкологических тарифа. Первый – это реабилитация после мастектомии, в общем, и онкортопедия. И если мы посмотрим на коды МКБ, то… Вот я выделил самый верхний код, про левый, видно, что в коде МКБ-C50 злокачественного образования молочной железы есть этот код КСГ по реабилитации после хирургического… Ну, реабилитация после мастектомических синдромов. Это довольно большое, широкое понятие, включающееся много симптомокомплексов. Но поэтому однозначно ответить на всю страну, есть ли реабилитация по ОМС или нет, нельзя. То есть в каких-то регионах она есть, в каких-то ее нет. Это зависит от территориального фонда ОМС, зависит от лечебного учреждения, у которого есть лицензия, отделение и возможность проводить медицинскую реабилитацию. Поэтому вот, ну, примерно я попытался вот так раскрыть эту тему. Спасибо. 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 Спасибо.